В 1968 году молодой японский архитектор Арата Исадзаки впервые поехал в Европу на Миланскую архитектурную триеннале. Пусть он выбрал самый длинный, пароходом до находки, потом неделю поездом до Москвы. И все это ради мечты увидеть икону русского авангарда, дом Константина Мельникова. В Москве Исадзаки был только день, и весь этот день он искал дом Мельникова, но не нашел. Исадзаки был очень важен. В то время я увидел очень early русский консеракт. В Москве, я видел несколько строений, которые были очень важными, которые были очень важны в истории. Исадзаки был очень важен в истории, которые были очень важны в истории. Русский авангард – главный вклад России в мировую культуру 20 века. Он повлиял на архитектурное развитие Запада и Востока. Ведущие архитекторы мира до сих пор находят в нем вдохновение. Его изучают и почитают как источник развития современной архитектуры во всем мире. Но парадоксальным образом не на родине. Октябрьский переворот принес России гражданскую войну и разруху. Старый мир был уничтожен. На его руинах надо было строить другую жизнь по новым правилам. Единственным заказчиком архитектуры стало большевистское государство. Оно давало народу дома для жизни и новую веру в светлое будущее. Ситуация для мощного рывка архитектурной мысли в первые годы советской власти была уникальна. Надо было быстро принимать решения. Строить немедленно и по-новому. Смотреть только вперед и далеко вперед. На это были способны самые талантливые, смелые и сильные. Такие люди были востребованы. Они и совершили архитектурную революцию. Это была инспирация и интенсивность их креативности. И это было абсолютно фабуло. И я думаю, что сейчас, когда некоторые архитекты пытаются увидеть их, обычно они хотят играть с формами. Но для меня это не вопроса формы. Это вопроса духа этого периода и этих мужчин, которые были абсолютно сильными, мощными и радостными. И это очень важно. Константин Мельников, братья Веснинми, Моисей Гинзбург, Илья Голосов, Владимир Кринский, Иван Леонидов. Только раз в своей истории наша страна дала миру столько блестящих архитекторов-новаторов. Их идеями питалась мировая архитектура весь XX век. Русский авангард, безусловно, оказал влияние на всех звезд современной мировой архитектуры. Русский архитектурный авангард – это новые идеи и новые формы. Они рождались в ожесточенных спорах. Авангард утверждал честную архитектуру. Она отвечала вызову времени. Была новаторской, экономичной, социально ориентированной. Обещала в короткие сроки рационально решить проблему расселения трудового народа. Выразительность достигалась простыми геометрическими формами. Конструкции использовались как средство выразительности. Архитекторы изобретали новые материалы и технологии. Это сводило к минимуму строительные расходы и сокращало сроки строительства. Многие гениальные идеи архитекторов русского авангарда остались только на бумаге. Но и построено было совсем немало. Полной инвентаризации построек русского авангарда нет. Пока в московском списке их числится около 200. В том числе 50 – общепризнанные шедевры. Но только треть из них имеет официальный статус памятника истории и культуры, охраняемого государством. Продолжение следует... Я думаю, что эти две вещи, программа и абстрактность, вместе с ними, были влияние на меня удивительно и на работе. Вот три адреса, три памятника, буквально вписанные в историю. Они есть в любом издании по архитектуре 20 века. Дом коммуна Наркомфина – манифест жилого домостроения 20 века. Гинсбург доказал, что качество жилья может быть очень высоким, невзирая на минимальные габариты и жесткую экономию пространства. Главная идея дома – оптимизировать образ жизни. В отдельном блоке была спроектирована фабрика кухни и детский сад. Крыша – спортивная площадка. Впервые дом строился не из кирпичей, а из повторяющихся элементов, заранее сфабрикованных шлакоблоков. Гинсбург даже заменил слово «строительство» на термин «монтаж». Сейчас это жилой дом. Последний ремонт был проведен 20 лет назад. Объективная оценка износа – более 70%. Статус памятника не определен. Прогноз. Если не будут предприняты срочные меры, рухнет сам. Клуб имени Зуева – манифест конструктивизма. Простота и лаконизм геометрических форм, откровенные выражения конструкции, функциональное расчленение здания, замена окон витражами – все это было принято на вооружение международным архитектурным движением. Знаменитый стеклянный цилиндр до сих пор появляется в проектах прославленных архитекторов как мотив или цитата. Динамичная форма, выросшая на небольшом и неудобном участке, стала монументальной городской скульптурой, преображающей пространство вокруг. Сейчас это клуб. Фасады и планировка памятника изменены. Интерьер утрачен. Нуждается в научной реставрации. Дом-мастерская архитектора Константина Мельникова – шедевр архитектуры XX века. Соединение высокого искусства с рациональным использованием пространства, материалов и средств. Уникальная форма из двух связанных цилиндров дает максимум пространства при минимуме стеновой поверхности. Мельников изобрел новый метод вкладки, позволяющий строить кирпичный каркас с проемами, похожими на соты. Это давало колоссальную экономию кирпича. В доме особая атмосфера, одухотворенности и творчества. Сейчас это частное владение, частично переданное государству. Дом включен в список ста выдающих созданий мира, которым грозит разрушение. Нуждается в срочной научной реставрации. Дом Мельникова выстоял благодаря ежедневному подвигу сына-архитектора. Всю свою жизнь Виктор Константинович посвятил дому и наследию своего гениального отца. ЮНЕСКО отмечало в 90-й год его столетие как удивительного совершенно архитектора. И вот до сих пор у нас как-то это не совсем понимается. Очень грустно. Не решается вопрос реставрационный до конца. Я стою сейчас на сломанном перекрытии. Стали домкратить высохшие полы за 70 лет. И, естественно, доски сушеные там потрескались. И так это все оставлено. Это просто я не знаю даже как и дальше существовать. Со всех концов света приезжают. И все, побывав в этом доме, выходят с искоркой в глазу, с каким-то освежением. Почему-то только вот действительно как-то так получается, что не придает у нас, Родина не придает значения этому изумительному, исключительному совершенно феноменальному архитектору. Эпоха русского авангарда была короткой, чуть больше десятилетия. В апреле 1932 года вышло постановление ЦК ВКПБ о перестройке литературно-художественных организаций. Власть отобрала инициативу у архитекторов. Идеология осталась прежней, строилось светлое будущее. Но образ его стал имперским. Сталинская архитектура перерабатывала исторические формы и отвергала эксперименты. Идеи русского авангарда были объявлены вредными. Архитекторов обвинили в формализме. О том, что они построили, надолго забыли. Сегодня в разгар инвестиционно-строительного бума вспомнили. Эти дома занимают дорогую землю, мешают развитию бизнеса. Авангард попал в зону особого риска. Некоторые памятники пытаются втихаря снести. Другие разваливаются сами собой. Третьи неожиданно сгорают. И это неудивительно. У всех наших памятников 20 века низкий статус защиты. Большинство из них местного, а не федерального значения. Фактически это означает, что и владельцы, и арендаторы могут с ними делать все, что хотят. Один из пороков, как я осознаю, на примере деятельности Московского комитета по культурному наследию, оно ведомственно подлежит департаменту городостроительного развития. То есть там, где осуществляется весь строительный бизнес. И то давление на Москву, которое происходит, оно осуществляется здесь же. И в подчинении этого органа находятся органы наследия. В этой ситуации специалисты работы считают, просто не в состоянии спасти памятник, если решено на его месте построить огромный новый комплекс или реконструировать его методом сноса, или методом уставления одного фасада. Конечно, очень большое давление строительного бизнеса, девелоперов, инвесторов. А законодательная база и этические нормы, профессиональные, просто общечеловеческие, оказывают недостаточное сопротивление этому давлению. Происходит колоссальное прогибание тех людей, которые стоят на тех рубежах, где они обязаны не пропустить то или иное решение. обязанность и честь страны просто привести эти сооружения в надлежащее состояние и понимать, что это ценность общенациональная, прежде всего, и во-вторых, общемировая. Анатолия Они намерены в стunted zwischen революционному периоду, таким образом вы Stanleyfort asian зарубежных монументов. Сейчас вы покупаете啊, Дом Мельникова Арата Исадзаки увидел через 38 лет, уже пожилым человеком и признанным всем миром архитектором. В феврале главный хранитель дома Виктор Константинович Мельников умер. Он завещал дом государству, чтобы в нем был музей архитектора Константина Мельникова. Будет ли – неизвестно. Половина дома продана частному владельцу. Это очень важная территория, исторически важная архитектура во всем мире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok